Межведомственная комиссия Сергей Алексеевич, Маргарита Михайловна с одной стороны страховая, с другой большинством голосов победят они если вот уловите вот эту вот разницу в чем понимаете как это делается у вас сегодня 18 дней неосложненный компрессионный перелом в городе Санкт-Петербурге добились уже 30 с лишним дней вы добили из этих страховых компаний страховая компания это коммерческая организация которая хочет получить деньги ну сделайте чтобы вы забрали эти деньги не мне это разговаривать это нужно действовать советов не будет понимаете вот о чем идет и так шагаем дальше эти протоколы передадим эти протоколы разработаны для стационара в нем как зеркале отражаются возможности амбулаторные и стационарные вот я передам Игорь Владимировичу Сергею Алексеевичу говорит Михаилу мы отдадим вам сегодня они ушли в Москву поэтому я думаю что Михаил Борисович ну зять Коптерина ну в общем он такие крутые звезды цыкунов цыкунов он сейчас наше взял за основу что со мной мы не разрабатываем да не жалко забирайте все чтобы утвердить эти как в виде протоколов вторая часть амбулаторное звено ну здесь зависит от местного управления оснастите джентльменским набором диагностическим таловую, лиски, анну где есть ЦРБ чтобы доступность была все у вас пошел поток от педиатра на маленькую диагностику не есть на ней понимаете вот мы в Питере сохранили то когда вот я всегда сравниваю в советские времена больной человек из города Урюпинска знаете Урюпинск где? на Волге вот недалеко от вас тут туда в Волгограду двигаться мог дойти до онкологического центра в Москве на Кошельке сегодня это все пятивата вот так вот накручено каждый хочет оторвать себе но у вас за спиной стоит и радуйтесь что у вас есть Маргарита Михайловна у нас в городе Санкт-Петербурге есть тоже Маргарита Михайловна я сразу запомнил это человек который жизнь положил чтобы сохранить нашу ортопедическую службу в комитете она как раз отвечает за 10 за детство итак Симоходский ушел в отставку а у него главный помощник была Маргарита Михайловна ну с ними уже 75 лет чиновник ушел мы с ним учились в одном курсе на одном курсе в одной группе вот ну так ну это жизнь наша у вас есть Маргарита Михайловна джентльменский набор ну я не могу обещать ну не готов ну нужен я вам ну давайте я вам буду чем-то помогать у вас блестящие есть свои кадры у нас свои кадры не ищите вы пророка в чужом отечестве у вас блестящие свои ну понятно и набор у нас выше чем джентльменский ну да только нужно немножко подумать как это разложить что положить в районную больницу что положить вот педиатр в районе вот Таловый там моя жена родилась поэтому в Таловый как это педиатр педиатр надо натаскать на стопу врожденный выбег бедра и кривошею на школу сомнение есть отправить к специалисту уже в Таловый где-то в центральной районной больнице там где-то где-то уже сидит работает ждет ортопед ортопед зная вот эту систему берет не берет на контроль вот когда вот этот поток будет это будет замечательно стационар который у нас есть на городе Санкт-Петербург стационар у нас 200 коек и 236 коек из них коммерческих 20 это мы зарабатываем деньги штатное расписание я вам перешлю штатное расписание обосновано мой совет вот здесь даю совет потому что это все пропущено через плот и кровь мой совет не реорганизуйте какой-то санаторий мы потом сейчас пойдем и будем потом превращать сразу берите быка за рога получайте статус восстановительного центра в Павловске ли это будет в городе Воронеже ли это будет под него потом штаты вы натащите из санатория вы никогда не сделаете центр не уже так и ведем как революционный центр как революционный центр и вот его задание в гамакуатуре у него есть штатное расписание есть я вам все передам у нас по штатному расписанию 400 человек это фонд зарплаты Сергей Алексеевич самая главная задача у главного врача фонд заработной платы потому что это ваш заработок вот собственно говоря вот такая система построения существует у нас но она преемственность каждый месяц районные ортопеды встречаются на дне ортопеда ну 5 миллионный город где-то так это может быть что-то проще каждый ортопед знает что Михаил Георгий сидит в аттестационной комиссии повышение по присвоению квалификационных территорий что он будет делать а я знаю с кого что спрашивать они должны пройти обучение то самое методическое обучение которое вполне реально организовать в городе Воронеж но для своей земли каждый ортопед знает свое место сомнения есть в диагностику где это диагностический лиц это уже инструментальный диагност но единый методический подход я всегда на лекциях своих говорю ребята для чего существует классификация классификация существует для того чтобы мы понимали друг друга классификация подсказывает вчера я обновился классификация Чаплин она тактическая не просто 10, 20, 40, 50 градусов она подсказывает что вам делать до 10 градусов до 30 градусов и что делать после 40 это тактическая подсказка вот эти классификации должны у каждого ортопеда быть не только с груз к решению задачи вот тогда это все будет становиться на свои места вот моя позиция район ортопед обучился обучился единый подход есть есть педиатр кто ведет прием все равно где-то кто-то ведет этот ортопедический прием согласны вот тот педиатр ну пригласите его сюда потом допить рекомендации главный врач зарплату повысит в педиатру и курочка на столе и все сыты и все в порядке дальше только получили эту диагностику единый подход куда направлять ребенка в амбулаторных условиях выращивать показания к хирургическому лечению или сразу махнуть два притопа три прихлопа и дождаться четвертой степени сколиоза сколиоз как зеркало вся ортопедия в нем отражена вот как зеркало все проблемы в нем отражены патогены знаем нет не знаем как лечить не знаем мы все знаем и начинаются эти все фантастические такие кульбиты и так далее вот это должно быть единым подходом вот моя вот то что я готов с вами сказать если есть какие-то вопросы готов поделиться дальше спасибо огромное спасибо огромное да что это может ты сам не фигурируешь на мануальной терапевтике нет 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 каким названием человек-специалист работает у нас портудоксальная классическая ну просто могу сказать что есть два направления в медицине восточная когда от функции идут к органу и академическая европейская от органа идут к функции знали что есть сердце но как работает узнал только горбей когда-то наконец открыл знали что есть голова но как работает голова всегда думали что душа в другом месте мы классическое учреждение ортудоксальной медицины находящиеся на бюджете города Санкт-Петербурга не на обязательном медицинском страховании вы как раз будете создавать центр вспомните я пригласил сейчас маленький отступление пригласил к себе экономистов ребята вот вам есть бумаги вот это страховая ФОМС будет не надо не надо а это бюджет что вы мне будете предлагать экономист сразу сказал ну что ФОМС тут на плюс 20 процентов стоимость 5 дня вот тут замечательно ну работа Михаил Георгиевич мы сейчас вам подведем все будет стоить ну по тем временам довольно приличную сумму говорю хорошо я вам плачу через 2 недели приходит и говорит Михаил Георгиевич делаем бесплатно мы погорячились с выводами зубами держитесь за бюджет бюджет это закон в течение года вы получите свои деньги а здесь вам эти деньги хочу дам хочу не дам у страховой компании нет денег это коммерческая организация ну пропустила спустила обанкротилась у кого клятву когда-то будут требовать не Маргарита Михайловна а другой чиновник там выше губернатора с врачей а вы обязаны а вы должны так страховая не дала деньги я до сих пор не могу ответить на вопрос на что лечили вот первых детей при переходе на страховую медицину на каких суши из того что осталось значит там нечестно работали шприцы по карманам прятали винты по карманам есть прятали да и тогда это вопрос нет ответа а только когда я вылечил и то меня будут гонять почему я превысил нормативы это вот драка тарифное соглашение как вы обхитрили под каким названием у нас название у нас мануальная терапевта нет у нас нет мануального терапевта есть рефлексотерапевта есть потому что всегда есть возможность найти мануальная терапевта к сожалению вошла вошла в номенклатуры наименований только в последние годы мы как центр существуем с девяносто третьего года и вот как тогда вот забили мы вот статусность штаты по больничному типу диагностические службы по больничному типу питание по больничному типу и единственное чем отличаемся от больницы у нас одиннадцатилетняя общеобразовательная школа мы обязаны выполнять детская ортопедия долго текущая нужно минимум 30-40-50 дней иначе результата не будет это будет только отписка это у вас будет вечный поток значит чтобы дети не теряли конституционный закон о всеобщем полном образовании одиннадцатилетняя полноценная школа заседку часов и не только физкультура мануальная терапия я сегодня я надеюсь Алексей Георгиевич на меня не обиделся я хочу ее внедрять но я должен ее пропустить через себя вот если я пропущу ее через себя и я пойму что да это эффект когда я пойму суть чудес на свете не бывает сходите на прием и сразу пропустите да вы понимаете я сейчас скажу вам поводу мануальной терапии значит 97-го года она существует уже официально как дисциплина как специальность и многие как-то так решили свои проблемы с мануальной терапией но я могу сказать что какие есть я извиняюсь пожалуйста какие есть такие ну ходы ну например вот постэзометрическая релаксация да это это технология которая может быть передана например врачу лечебной физкультуры для индивидуальной гимнастики совершенно элементарно и ее так и обозначить назовите ее как угодно как вам выгодно ее назвать вот это будет вполне конкретная методика которая будет работать как мануальная терапия вот мануальная диагностику но дело в том что диагностика она для каждого врача вы можете пройти я не хочу сейчас дублировать вот эту предыдущую лекцию дело в чем как главный врач я провожу отчетную работу как я вылечил вот к сожалению мануальная терапия меня еще не убедила критерий оценки эффективности пока наносит субъективный характер вот я здесь вам покажу простите алексей горш может быть так вот жестковато будет вот вот видите выровнялась и оттуда из зала говорят да мы видим это не критерий а рефлексотерапия да а рефлексотерапия это рефлексотерапия клиническое тестирование то же самое я вот его пытал сегодня пытал я пытал его электромиография там тепловидение вот дайте мне эти объективные вещи и я с удовольствием внедрю мануальную терапию либо мне нужно внедрить мануальную терапию выполнять трудно-научно-исследовательского института и говорить вот так будет меняться тепловизионная картинка вот так будет меняться но это доказательная медицина для главных врачей для отчета нужны критерии отчета сустав был не сгибался разгибается все фотографии сделал вот она показалась объем движения состояние мышечного тот объективная инструментальная диагностика вы просите но я пока наклон появился это объективная для меня объективная объективная да я не хочу сейчас открывать дискуссию ладно но мы с вами потом в кулуарах где-то вот будем спокойно разговаривать вот по этому мануальной терапии будет она такой вид ну я с удовольствием ее внедрю вот такая система работает в городе Санкт-Петербурге все 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 вот вот не хотел я допускать эту дискуссию я понимал сейчас будет разговор так доктора коллеги вот я с вами поделился я с вами поделился вот как выглядит город Санкт-Петербург идем мы от пациента не от денег а от пациента первый диагноз были блестящие ортопеды детские Татьяна Санна Бровкина Геннале Григорьевич Евштейн которые научили педиатров вот той микродиагностики в родильных домах косолапость кривошея врожденный вывих они научили педиатров и один маленький совет сомневаешься к районному ортопеду каждый район имеет своего районного профессионального ортопеда сертифицированного лицензированного который проходит но мало того что он сертифицирован он еще год в Санкт-Петербурге раз в месяц встречается и на этой теме мы обсуждаем какую-то тему обнаружили мы гормональный профиль особенности у детей со сколиозом тут же доложили и вот давно уже доложили и для меня было очень приятно когда Альбина Николаевна рассказывала мы корректируем на надпочнике кортизол меняем а вот если бы наша Виктория Вадимовна благополучно сделала диссертацию в этом направлении вот в таком же направлении ну я понимаю это уже защищена замечательно все и у вас там есть эти направления вы бы шагнули дальше в дифференциальную уже в дифференцировку болезнь Морфана Элиса это все было бы еще дальше это ваша докторская понятно но и вы должны доложить вот сюда прежде чем доложить здесь мы докладываем это такая вещь дальше от районной ортопеды за районной ортопеды знают что нет под рукой электромиограф но он где в диагностическом центре есть и в огоньке Михаил Георгиевич Викнач Медун вот хотим ребенка на обследование положить к вам все мы оснащены 12 диагностических лабораторий сделали отправили куда к районному ортопеду с прогнозом благоприятным куда ребенок переехал в другую группу с прогнозом неблагоприятным районный ортопед знает что в ближайшее время отправляем ребенка куда в стационар нашли негодайный вопрос если есть хирургист потому что она очевидна ну не рассосете вы пусть хирурги дискутируют там ну не рассосетесь эндоктилим вот такой вот пример который на кончик языка оказался хирургу но их всего 3-5 процентов и таким образом получается что в городе Санкт-Петербурге детей нуждающихся в стационарном лечении интенсивном стационарном лечении по 2-3 курса всего 3 тысячи и у вас будут те же самые только в два раза меньше вот вам стационар который вас будет тащить он будет головным лидером под рукой Сергея Алексеевича под рукой областной клинической больницы пусть это будет подразделение ну школы как уже тут организоваться это будет подразделение больниц но она всю область взяла на себя детей накормили напоили подремонтировали и дальше запустили вот вот эта вот работа она ну устраивает нас вполне устраивает потому что мы на сегодняшний день вот те дети которые сколиозом как зеркало русской революции вообще детской ортопедии те кто дети попал к нам в стационар со сколиозом в институт Турнера а это другой немножко ну конец года там сегодняшний день 20-30-40 сколько 30 километров до Пушкина на операционный стол не попадают потому что и родители и врачи имеют одинаковую позицию показания к хирургии не рентгенограмму лечится не рентгенограмму лечится а показания к хирургическому единый подход нам лучше сохранить деформированный позвоночный столб не тяжелой мы не допустим до тяжести но подвижный практически здоровый занимайте чем хочешь теннисом плаванием ну как шашки перетягивать канат перетаскивать мы не допускаем оттуда до операционного стола из нашего города Санкт-Петербурга ленинградских детей которые попадают на операционный стол вот буквально единицы либо это врожденные на море развития либо это ну мы же сталкиваемся с тем же в другой раз задаешь вопрос а где вы нашли такого пациента девочки 10 лет в ванну не пускают маме до лампочки папе до лампочки маме до лампочки и так далее и так далее все вдруг девочку перекосил охнули-ахнули работа это это традиционный подход но тем не менее я думаю что в Воронеже эта позиция такая есть когда показывают как бы косолапость у пятилетнего ребенка думаю что в любом зале в любой аудитории в ортопедической не ортопедической первый вопрос который возник блестящий результат хирургическом мужчине вопросы залпают где вы нашли такого пациента пятилетнюю косолапость вот примерно так же уже в городе в Санкт-Петербурге с клиозом слушайте ребята где вы нашли эти 50-70 градусов ну что где вы были то понятно да и вот при такой постановке вопроса я считаю что ну пожалуйста я готов делиться опытом но у вас блестяще свои головы есть я могу вам сказать как я на 20 тысяч баксов гипс покупал знаете сколько это вагонов 20 тысяч долларов не знаете но потом фирма сказала с вагонами плохо колеса квадратные я на эти деньги получил звуковую установку понятно да а вы спрашиваете как добиваться вот так и добиваемся у нас знаете секрет у меня и у Сергея Алексеевича сколько мы вчера с ним пообещали если чтобы обойти этот закон хорошо говорит Михайловна рядышком так закрывает плечиками своих маленьких вот такая служба у нас существует извините за такие каракули ну тут я готов вот что вы хотели то штатное расписание перешлю вам протоколы ведения наших стационарных больных перелом вот протоколы диагностики у наших больных проведу вы делаете электрокардиографию детей с компрессионными переломами а? делаю уже начали делать да? а знаете почему как это случилось? это из Ленинграда пришло да потому что сидит доктор электрокардиолог высочайшего уровня смотрит электрокардиограмму так опять компрессионный перелом вот я говорю слушай Олег Михайлович как ты это нашел? и мы с ним оказались правы покопались в литературе это еще было в 90-е годы контузионное поражение сердца 25 процентов детей с компрессионным переломом упавшими с тарзанки получает это вовремя леченые замечательно не пролечили это как дети сегодня о спортсмены говорят состояние хронической травмы синдром внезапной остановки сердца на спортивной площадке тух-тух-тух-тух миокардиодистрофия закончена сейчас мы всем детям это будем и у вас вот я рад за вас видите передовые хорошие вот такие мы пришли спасибо вам огромное вы сказали что то что мы хотели услышать намного больше поэтому мы я думаю что вот особенно вот эти нижние четыре строчки кровью вот честное слово кровь отрежьте да 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 мы обязательно мы обязательно возьмем это на вооружение вот и то с чего мы начали сегодня это фото в кровь вы представляете сейчас я захожу как Николай Владимирович когда обвал заказов а у нас ребенок 16 лет сколез в первой степени по закону должен быть лечиться все я должен раздувать свои штаты должны раздувать до 400 коек а то я вам будет прогрессировать нет чем я тогда его буду лечить зачем я а вот показания для госпитализации есть все я вам пришлю будут показания для госпитализации да да вы подпишите автограф в мостах и подарите все значит уважаемые на этом я думаю что мы наше организационное собрание закончим а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok